Господи, Сил, с нами будем, и так оборазли Тебе, помощником скорых дней и мамы, Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира от Духи Святого, доброго всем дня и хорошего настроения. Пришел-таки Дух Святый Утешитель, дождались. Святая Пятидесятница, Троица, день рождения Церкви, Царю Небесный, Утешителю Души Истины, иже везде сый и вся исполняй. Хочется бесконечно повторять эти святые слова, от которых мы по послушанию Церкви воздерживались в течение пятидесяти дней с Христового воскресения до того момента, когда по обещанию Господь от Отца послал в этот мир Святаго Духа Утешителя. И всегда, слава Богу, Церковь дает возможность переживать вновь и вновь эти события. И всегда знаешь, в какой момент вечером, накануне, в субботу вечером на богослужении Святой Пятидесятницы, на стихирах стиховные, звучит в первый раз молитва Царю Небесный. И когда этот миг приближается, внутри возникает такое беспокойство, прям на уровне физическом, на уровне телесном, такое предощущение, предвкушение. И вот хор делает паузу, поется стих, и затем звучит эта молитва. Сначала первые слова хор, а потом один по-другому весь народ в храме подхватывает этот гимн Святому Духу. И уже все вместе заканчивают эту удивительную молитву. И вот теперь каждый раз перед всяким добрым делом и перед сегодняшним эфиром мы эту молитву читаем и просим, чтобы Господь оживотворил, одухотворил, вдохновил, чтобы не от своего ума и не от своего даже сердца, а чтобы Господь помогал в каждой передаче, в каждом деле, в каждом движении, мысли, слова, дела, чтобы все было во славу Божью. Сегодня мы вспоминаем святителя Луку Война Исенецкого, удивительного святого нашего современника, исповедника, то есть он в жизни претерпел много от безбожников, но все-таки жизнь его закончилась своей смертью, не мученической, но тем не менее исповеднический путь он прошел очень непростой. И слава Богу, есть такая возможность, как синематограф, который в редких-редких случаях можно использовать для блага. И в 2013 году вышел художественный фильм про святителя Луку, называется «Исцелить страх». Можно в этот день его пересмотреть, потому что хороший, со смыслом, и передает каким-то образом нам, людям очень, ну, таким душевным, телесным, то, что пришлось исповеднику пережить. Пережить по-человечески, пережить в отношении со своими близкими, со своими детьми. Когда душа всецело стремилась к Богу, а в жизни и в ответственности, и обязанностях мирских тоже были определенные обязательства. Святитель Лука Война Есенецкий, великий угодник Божий, врач, который не только своими руками, но в первую очередь своей молитвой к Богу совершал чудеса исцелений. Сегодня в одном из храмов Екатеринбурга, который как раз посвящен святителю Луки, престольный праздник, и от всего сердца хочется поздравить и настоятеля, и клир, и прихожан с Днем памяти святителя Луки Война Есенецкого, но и спросить у Него молитв, чтобы Он за нас ходатайствовал пред Господом, чтобы нам даровал и крепость, и твердость в вере, и готовность донести крест свой до конца. Ну потому что только претерпевший до конца тот спасается. Помогай нам всем, Господь! Помогай нам всем!